МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На гэтым тыдне мы сусрыли свято дороже, якого немау беларусов. 9 мая – день нашей воинской славы и гонору, можности и отваги. День, аки обед новое поколение. А дать данину поваги подвигу наших дядов и прадедов в Гомеле пришли тысячи человек. Успомним самые яскравые святошные падеи. У мае 1945 года советские солдаты пераможным маршам дайшли до Берлина. Про 71 год их нашчатки, унуки и праунуки вышли на парад пераможцев, для того, как подвиг героев не был забытым. Тысяча жахара у Гомеля на переддень дня перамоги прайшли по аллее героев с портретами своих родных, які прымали удел у Великой Айчынной. За кожной из гэтых фотографий – особистая история войны и подвигу. Як з элемента у пазла, з'я складается подвиг целого народа, картина эпохи мужности и боротьбы с захопниками. Так само подчас акции запалили факелы перамоги, які отправились во усе районы Угомельской области. 9 мая урачистості Угомель открывая святочная шэстя. Сярод яго удельников – керавництва в области города, представники працонных коллектываў и войсковых формированняў, ветераны Великой Айчынной. Двухкилометровый адрэзак ад площы Паустанне до площы Ленина, дзе традиционно проходзіць гэтае меропрыемства, с тяжкастю умяшчая усіх жадаючых. День перамоги – саправдыўся народная свята. Кветкі і словы падякі ветеранам Великой Айчынной і ўся агульны гонар за нашых салдат – пераможцаў. Сярод помнікаў прасвечанных падеям Великой Айчынной мемораял «Вечный агонь» займае бадайццентральнае месца. Менавіта сюды прайшлі удельнікі урачистостіў, каб аддаць Даніну Паваўе яраічному минуламу. У гісторые Великой Айчынной гумель застанецца якапошній гурад Беларусі, які здолеў захапіць ворах. На ягу вуліце акупанты трапілі толькі 19-га жніўня 41-га. І яшчы аб адным факці тут узгадываюць ў День перамоги. У ліпіні 41-га, хоч і часова, але Червоная армія, ў першыню вызваліла два гарады Савецкага Саюза – Рагачоў і Жлобін. Так пачынаўся шлях да перамоги. Боўш як 50 меропрыємстваў ва ўсіх районах абласного центра, концертныя выступлэні, выставы, майстар-класы, прыемныя сустрычы і уражыні. Сярод самых ведовішных падзей сўлітніх урачыстасцяў реконструкція адного з баўў Великой Айчынной на наберэжной Ракі Сош. На нейкі час гэтае місце пераутварылася ў адзін з прыгарадаў Берліна 45-га года. Реконструкторы аднавляюць бітву за Раку Шпрэе. Кажут, што не прэтэндуюць на паўнуя адпаведнаць історычныя падзеў. Боўш важны перадаць атмосферу тых дзён. І ведовішчы атрымалася цікавым, асабліва для муладзі і дзяцей. 9 мая аншлах ў обласны музеў воянной славы. Жадаючых трапець сюды было вільми шмат, прачым практична ўсе прайшлі з дзятьмі. У першыню работнікі музея адкрылі для наведвальнікаў месца ў самалёці. Кожны змог не толькі паглядзіць на боўу машыну, але і пасадзіць ў кабіні пілота. Завершаў святочные мерапрыємство ў Гомілі Салют. Трыццэць залпоў ў прыгожылі неба надлядовым палацам. За гэтым дзейством назіралі чатыры тысэчы гамельчан. У вугулі ў Гомілі в аурачыстацях 9 мая прынялі ў дзялкалі пятидзісті тысэц чалавек. 18 мая ў Гомілі визначаць делігато ў адабласного центра на пяты ўсі Беларускі народны сход. На гэтым тыдні прашлі сходы па вылучэні ў паўнаважных ад працонных коліктываў. За працэсам галасавання назіралі нашы корэспандэнты. У адзінастый Гоміліскай середній школі на сходзі працонага коліктыву 65 з 80 работнікаў. Гэта навучальна ўстанова, а таму сабраць адначасова ўсіх настаўнікаў просто немагчыма. Міштым квором ёсць, а таму агульны сходы мерковывае галовнае пытанні – выбрання ў паўнаважных на сход гарацкі. Мі навіта там і будуться гучэны імёны делігатоў. Напярады дні во ўсіх падразделеннях школы адбылося адміркованні кандыдатуру паўнаважных. Выбіралі самых достойных. Па такіх же якастях, напэвна, потым будуться браны і непасрэдна делігатоў. Я считаю, што кандыдат, каторый будзе делігатом 5-го всебеларускаго народного сабрання, должен быть челавек, каторый знает, чем живёт страна, каторый знает, какие есть проблемы, каторый должен видзеть пути разрешэня этих проблем и каторый являеці челавеком ответственным прежзе всього на своём рабочім місці. У Гомельскім дзержавным технічным універсітаці імя Сухога на гарацкі сходы браны апять ў паўнаважаных. Тут так сама добра ведаюць, яких вынікаў чакаюць от работы 5-го всебеларускаго народного сходу. Перш за все, необходно обмярковаць на керункі развіцця Беларусі на наступныя п'ять гадоў. Ректор універсітета Сергей Тимошын был ўдзельніком попярэднега форума. Каже, што і на пасяджэнях, і ў кулуарах тут обмярковываюцца пытанні саправды дзержавного узроўню. Причым во усіх сферах, уключаюча адукацію. Для вишэйшэй навычальныў становы гэта програма перспективна га развіцця. Образување ўвляэцца стратегическим ресурсам. Необходіма міняти структуру підготовки спеціалістов в соответстві з нуждыми запросами економіки. Гатувать прежзе всього инженерно-технічских работников і других востребованых спеціалістов на народному хозяйстве. Олег Сенцюроў, Сергій Нігеревич і Гармарышчанка. Телі радио кампанія «Гоміль». У «Гомілі» дзеактыўна падрыхтовка да 13-го экономічного форума. Яго праведзені празнашына на 20 мая. Прасвою дзел заявіли працтоннікі больші як 20 краін. Падрабязнаці ў агляде економічных падзей. За час праведзеніў «Гомілі» экономічных форумов заключына коля 70 пагадненіў. Амаль 60% праекту ўжо ажалізаваныць і знаходіцца ў стады реалізація. За часа сёлітніха форума, то для яго ўдзеўніку падрыхтовано больше як 150 інвестпропанов, які будуть праставлены на специальні выставі і размешчаны ў каталозі. Пыры гэтым свае праекты потенціяльным інвесторам з больше як 20 краін свету презентуюць ўсе районы Гомільской області. Потому что я инициатору проекта, как всегда, виднее, в какой стадіе находз цей инвесторонний проект, есле под него земельный участок, либо неиспользуемый объект недвижимости, на котором можна реалізаваць. Вынники дзейнаціў гэтым годзе прааналізавалі ў Гомільскім технопарку. Ся рот самых значных пакасчиков. Амаль 12,5 млрд рублёв выручки ад реалізованной продукці і 300% рост експорту. В 2011 Гомільский технопарк починався шасе резидентам. Зараз тут зарегістраваны 25 компаній, амаль 2,3, за яких працуюць ў сфері АйТі-технологій. Менавіта іх, продукція зяяляецца самай запатрабаванай на ўнутрнам і знішнім ринках. Ся рот партнёру, праўріемству малого і середнега бізнасу, працівники Расії, ЗША, Кітая, Челі, што свечыць об высокой конкурентості айчынага продукту ў галіне высоких технологій. При гэтам резиденты технопарку, засновальнікам якога зяяляецца Гомільский абалоканкам, падкреслююць засягнутыя поспіхі, стали макчымаме ў тымліку, дякуючы умовам, які створены для працівніков приватнага бізнасу, што ў сваючаргу дае макчымась бож ефективна реалізоваць існуючы потенціал. Ми роботаємо з мікрофінансовими організаціями практично всі республіки. Тобто там автоматична відправка кредитних історій в управління кредитний регістр. Зараз тестируємо електронний счет фактури, в принципі та жа історія. Тобто создається некий сервіс, який буде позволяти в автоматичному режимі відправляти електронний счет фактури. Новий мікрорайон заявиться в ближайші годы в областному центру. Не менш як 20 шмат поверховок планується побудуваць побудуваць з вулицей Федюнінськага. Узвядзіння групы домов обумовліна попытам на квартиры людзей, які маюць патрэбу ў приапшыні жылёвых умов і готовы будуваць іх па коммерційным кошті. Зараз гэта прикладна 7 мільйонів рублів за квадратный метр. Група жилых домов смешанай серій на любой вкус і цвет, і КПД, і широкий шаг, і в разной этажності. Зараз ми ведемо проєктирування і заканчуємо проєктирування самого мікрорайону, сетей. Через пару місяців ми начнем проєктирування конкретних домів. Ну і в следующем году ми надеємся вже начать туда підбираться об'єктами, тому що ПСД буде готово. В принципі проведем якісь інтернет-апроси на метрбай, щоб люди голосували, може бути якісь предложення свої вносили. Нагадаєм, що люди, які набалі квадрату по нільготному кредиті, можуть отримлювати фінансову допомогу держави у ягу пагашінні. На гэта можна розличвати при народженні дятей. 60 мільйонів вдається при заявліні першого і 12 другого дяття. А крім'я таго, у Беларусі існує система будівнічих збераженьів. Аб'єй підрабязно можна доведаць у Беларусьбанку. Сьогодні означається Міжнародний день сям'ї. І він був заснований Генеральній асамблеї ААН у 1993-м годі, з мэтта притягнення уваги до проблем інститута сям'ї. Як і з їх зустрікаються в Гомельській області і як їх допомагаю вирішать Комітет по праці, занятості і соціальній обороні насільництва Абл-Ваканкама. Про гэта у актуальному інтерв'ю розказав старшиня Комітета Пётр Савіцкий. Здраствуйте, Пётр Николаївич. Добрый день. Пётр Николаївич, поводом для нашої с вами беседы сегодня послужило День Семі, который празднується 15 мая как раз. В связи с этим, расскажіть нам, пожалуйста, каким образом государство сегодня поддерживает інститут семьи? Государственная поддержка семьи, она выступает одним из ключевых направлений государственной соціальной политики Республіки Беларусь і одним із основ демографіческой безпасності. Поэтому на сегодняшний день действує государственна адресно-соціальна помощь, которая оказывается семьям. Их 10 видов. Вот на постсоветском пространстве, да я даже не побоюсь сказать, и даже в Европе, у нас социальная поддержка семьи одна из самых таких значимых. Пётр Николаївич, а вот в зависимости от количества детей, которые воспитываются в семье, какую материальную поддержку оказывает государство? Единовременная помощь, которая оказывается при рождении первого ребёнка, она составляет 10 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день это 16 миллионов 994 тысячи рублей. И на второго ребёнка оказывается и последующих 14 бюджетов прожиточного минимума. Это около 24 миллионов рублей. При уходе в декретный отпуск, уже когда уходит, рождается ребёнок, по уходу за ребёнком до трёх лет выплачивается пособие. 35% от средней заработной платы. 40% на второго ребёнка, и 45%, не дай бог, если в семье воспитывается ребёнок инвалидным. Это один вопрос. Второй вопрос. Значит, выплачивается, если доходы там ниже бюджета прожиточного минимума, то назначается и выплачивается адресно-социальная помощь. И это способствует... Вот поддержка такой семьи, она способствовала и увеличению роста рождаемости. И количество семей, количество семей многодетных, оно ежегодно возрастает там где-то на 10-12%. Пётр Николаевич, а вот какие решения в сфере поддержки материнства и детства, которые были приняты в последнее время, вы могли бы выделить? Ну, одним из последних – это принятие указа главой государства от 9 декабря 2014 года за номером 572 о дополнительных мерах по поддержке семьи. Самое главное, что вот этим указом 572 там ещё предусмотрено так называемый семейный капитал выплата 10 тысяч долларов на ребёнка, который родился третьим, ну и последующих. Пётр Николаевич, если говорить о приёмных семьях, сколько их сегодня в Гомельской области и вот в целом какова тенденция? На сегодняшний день 769 приёмных семей. И в этих семьях воспитывается 1319 детей. Конечно, в последние годы количество приёмных семей возрастает. В области ещё работает 40 и создан 41 дом семейного типа. Там, где находятся детей до 10 человек. Поэтому, конечно, это сказалось на сокращение численности домов-интернатов. Пётр Николаевич, вот повышение рождаемости, увеличение количества приёмных семей. Понятное дело, что вот, да, на лицо проведена огромная работа и в создании социальных каких-то условий, материальной поддержки. А вот если говорить об информационной работе, какие меры принимаются для повышения ценностей семьи? Один раз в два года проводится конкурс на лучшую многодетную семью. Семья – это маленькая ячейка государства. И насколько крепка семья, насколько мы пропагандируем вот эти семейные ценности, настолько крепко и государство. И ради объективности сегодня надо сказать, что количество разводов за последние годы значительно сократилось. Значительно сократилось. Это говорит о том, что вот та работа, которая проводится всеми институтами власти, работает на укрепление института семьи. Пётр Николаевич, скажите, а Вы как-то празднуете этот день? Конечно же праздную. По той простой причине, что как раз так вот получилось. Не зная о том, много лет тому назад сам создал семью 15 мая. Поэтому, конечно, отметили в кругу семьи этот день, потому что для семьи он значимый, важный. Пётр Николаевич, огромное Вам спасибо, что Вы нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Но и со своей стороны, конечно, также хочу поздравить Вас, Ваших родных с Днём семьи. Пожелать Вам благополучия, здоровья и, конечно же, счастья. И я, конечно же, уважаемые телезрители, хотел бы всех Вас поздравить с этим Днём семьи от имени областного исполнительного комитета, от себя лично. И пожелать самое главное – здоровья, семейного благополучия. Ну и самое главное, чтобы всегда над нами было мирное, светлое, голубое небо. На 12-м национальном конкурсе друкованных сродков массовой информации газета «Светлогорские новины» трапила у лик номинантов на Гран-при. А черговую золотую литру в Гомель привезли журналисты гомельских ведомостей. В этом году организаторы вырешили проводить для республиканских и региональных СМИ один конкурс. Тем больше значимой можно лишить отриманную с нагародом. Усягон на национальный конкурс друкованных СМИ селета было подадено каля 230 заяв. Гомельские ведомости стали переможцами у номинации «Лепши материалы экономичной тематики». Про инши падеи культурного життя региона – наступный материал. 11 мая у Турови пройшли урашистости с нагоды Дня памяти святителя Кириллы Туровского, выдатного духовного деяча 12-го стагодзя – богослова и осветника. У один из самых старожитных городов нашей краины приехали священнослужители с Беларуси и Украины. Боскую литургию и молебен для помника узначали у высокопроосвященнейший Павел, митрополит Минский-Заславский, патриарший экзархусе и Беларуси. Несмотря на то, что с того 11 века уже прошло столько столетий, а мы все равно память его продолжаем не только вспоминать, а призывать его в молитвах, вот это свидетельствует о том, что живая наша церковь. Мы не просто его вспоминаем память. Он сегодня с нами был вот таким мистическим, таинственным образом на богослужении. В этом особое качество нашей церкви. Мы не вспоминаем те события, как исторические какие-то, и не кладем потом после праздника на полки память об этих святых, а мы сегодня с ними вместе. Протягнула у расистости свято-духовной народной музыки великодный фестиваль у Турови. Больше как две годины со сцены гучали композиции у выконании Национального академичного оркестра Республики Беларусь имя Жиновиша, камерного хора Гомельской областной филармонии, вокальной группы «Чистый голос» и инших творчих коллективов. Незвычайные видовичные мероприемства «Ночь музею» провели у картинных галереи «Горелла Вашенки» у Гомеле. Пляцовками стали як выставочные залы, так и территория под открытым небом для галереи. По кульнистям Нела гостя акции наведовали город Мостаков. На открытой сцене свою творчость представили театральные коллективы Гомеля. Самая ж яскравая частка шоу почалася, коли город накрыл змрок. Оптичный иллюзионист Мартин Март продемонстровал, як малевать светлом. Свято протягнуло масштабное светловое шоу. В Гомельском цирку отбылась премьера новой программы «Эмоции». На манеже яркие видовичные номеры у выконанной народных артистов Российской Федерации Эдгарда и Аскольда Запашных, поветранных гимнастов, акробатов, клоунского трея. Головная идея новой программы «Колеры» – их уплыв на человеческие эмоции. И першими на сцене з'явилися поветранные гимнастки Халена Петрикова и Олена Бараненко, які увасабляли с собой белый и черный колер. Назва этюда символичная – добро и зло. Как означают брати Запашные, теплый и душевный прием гомельской публики их саправды уразил. Становчей он повплывал навод на шествероногих артистов. Есть животные в душе артиста, честно могу сказать, и я могу отметить даже не только хищников. Сегодня выскакивал на Тарзани, на моей любимой лошади, заскочили обратно, вот я прям видел, как он собой гордился. Он такую морду состряпал, мол, классно я. И пошел к балету сразу, потому что девчонки его тискают, и он такую морду свою, давайте, хвалите. У другой половины программы глядачу чекали выступления акробатов на подкидных дошках и напыл на самый чеканный номер у выполнения Адгарда Аскольда Запашных. На манеж грациозно выходят африканские львы, белые и уссурийские тыгры. Мы с ними и друзья, мы с ними и партнеры. Нам бы, наверное, очень хотелось, чтобы они были нашими самыми близкими друзьями. Но природа так распорядилась, что они являются потенциальными убийцами. И они обладают огромной силой и достаточно скромным интеллектом. Поэтому мы регулируем эти взаимоотношения так, чтобы зритель видел достижения, чтобы зритель видел, чего может достичь человек. Наверное, именно поэтому люди ходят в цирк. Для того, чтобы увидеть какие-то грани, может быть, даже невозможного. Я в спорте. На наступном тэдне у белорусских весляров будем ашимость пополнить скорбонку олимпийских лицензий. Пропуски на гульни у Рэда Жанейра канаисты и байдарошники разыграют у немецким Дуисбургу 18-19 мая. У европейских квалификационных споборництвах примутюдел проставники наших региона Микита Борыков и София Юрченко. После там же отбудется первый этап Кубка Свету. У заявцы сборной Беларуси 14 спортсменов с Гомельской области. Об инших отметных спортивных подеях наступных 7 дней расскажет Максим Савин. У столицы Казахстана Астане 16 мая стартует чемпионат Свету по боксе Сяро Джаншим. На гэтых споборництвах так само разыграют путелки у Рэда Жанейра. Четырые гомельчанки отправились на турнир. За лицензии будут змогаться Яна Бурым, Галина Бруевич, Викторая Кебикова и Юлия Панасович. Мужчинская команда гандбольного клуба «Гомель» починает боротьбу за бронзу чемпионат Украины по гандболям. Соперник – Гродинский Кронан. Первый матч серый до трех перамок отбудется 18 мая у Гродно. 21 и 22 мая команды сгуляют у Гомеля. 19 мая гомельская команда ВРЗ проведет другий матч по финалу чемпионату Беларуси по мини-футболе у высшейшей лизы. Соперник – Лид Сяльмаш. Первый матч серый до двух перамок отбылся сёння. Третий матч Кальонс потребится, запланованный на 22 мая. У другим по финале, напомню, змагаются мапиты из столица. Мазырская славя в чемпионате Беларуси по футболе у высшейшей лизы проведе два матчы. 17 мая у гостях Супрать Белшины, 22 дома Супрать Немана. У первой лизе отбудутся матчы 6-го тура. У субботу, 21 мая, светлогорский химик на своем поле сгуляе со Слонимом. На наступный день Гомель будет примать Лиду, а Гомель Чегун Транс у гостях сгуляе с Барановичами. Максим Савин, Телерадо, компания Гомель. Гэта и иншэ новини вы можете знайсці на нашым сайті в интернеті по адресі www.cvrgomel.by На гэта выпуска завершена. Студия працавала Маргарита Шибукова. Усягу добрага и до встречи у эфіре. Редактор субтитров А.Семкин